Всем привет! Сегодня у нас, ну, как сказать, большое или небольшое авантюрное приключение. Все эпитеты собрала, какие только могла. Мы приехали на Иофантасия, то есть остров фантазии, Ислафантасия, еще его называют. И это аквапарк. Вот сейчас мы... Ну, в детстве у нас, в нашем детстве таких аквапарков не было. Ну, вот мы решили впасть в детство. И сейчас посмотрим вместе с вами. Я здесь первый раз, несмотря на то, что я, как зрители знают, в Испании довольно давно нахожусь. И посмотрим, что это за парк, что в нем хорошего, интересного. Вот я кручусь, и вы местность попутно видите. Местность, в которой находится этот парк. Ну, сейчас купим билет. Вот уже купили, и идем. Вот здесь сейчас мы пройдем в контрольно-пропускный пункт. И вот там сразу уже находятся аттракционы, на которых мы побываем. Так, проходим. Вот сейчас мы уже внутри, и я сама не знаю, что это за аттракционы. Будем успевать. Смотрим, что здесь есть интересного. Мы смотрим, смотрим, смотрим нашего времени. В общем, идем. Плавайте. Зона пикника. И ниже этой зоны тоже аттракционы. Водяный бассейн с горками, с змейками. И аттракционы есть там, где повыше. Сейчас будем искать себе аттракциончик. А это оттуда заходит. Мы пойдем в камеру хранения. Вещи только там нужно будет оставить. Так, поскольку здесь очень трудно снимать, потому что все в один. Вот я сейчас иду на этот аттракцион. Вот такой пиратский душ будет из бочки прямо. И я думаю, его будет хорошо видно. В общем, я пошла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok сигналы по сигналу тот верхний отпускает свисток свистит следующих катающихся чтобы друг с другом естественно как вы поняли не сталкивались там такой загорается светофорик небольшой но принцип такой же красный зеленый поэтому светофорику ориентируется и этот сигнал ему посылает вот тот работник снизу вот так что не опасайтесь если что у вас спасут у них везде на оранжевых майках написано сос я думаю что наверное все аквапарки работают по такому же принципу или там какой-то водный аттракцион другом парке так что здесь не я не знаю америку не открыла конечно кто уже таких местах бывал они это все от и до и наизусть знают ну я просто говорю для тех кто может быть как я вот так первый раз такое место посетил я на водном аттракционе была в парке порта вентура там ну как бы сказать сухопутные аттракционы но есть и парочка тройка водных хотя рядом там есть чисто аквапарк карибиан парк но я там не была а этот парк совсем близко от барселоны поэтому если вы даже приехали как турист буквально на недельку я думаю вы можете вполне успеть потому что из барселоны даже ходят автобусы туда автобусная остановка прямо рядом возле парка у себя в гостинице вы там найдете информацию на ресепшене там полно про все и про это в том числе называется и а фантазия еще говорят испанцы исла фантазия остров фантазии там я возле входа и видно в принципе логотип и название этого заведения так скажем так что еще я наверное вот может кто мои видео все время смотрит заметно что под загорелая в общем-то хожу на пляж по утрам и я не загораю сильно потому что ну лучше я буду выглядеть светлее так красиво получится да в аттракционах ну да но тем не менее я не употребляю вот эти вот масло от загара там вполне можно встать в тень да если даже вы стоите в очереди на какой-то аттракцион вполне можно найти где-то тени встать если на солнце печься не охотой и кстати там работники иногда обливают тех кто стоит в очереди водой по их по их согласию конечно очереди там есть они существенные но мы были понедельник поэтому они не такие большие как могли бы быть если бы это было воскресенье то конечно там было бы побольше народу и были бы очереди подлиннее но учитывая то что это август и здесь период отпусков в европе вообще и в испании в частности поэтому народу было вполне достаточно так что еще если вы приходите туда вот вы видели там есть зона барбекю вы приносите свои там шашлыки да есть там мангалы можете готовить там все такое попутно пользоваться водными аттракционами есть там детские площадки там все такое там по моему запрещено напитки с собой проносить но обыскивать там не обыскивают ну и наверное я так думаю что если кого-то с алкоголем увидят наверное служители парка как-то на это отреагируют я так думаю потому что и самим тоже должно быть понятно что если кто-то под такими таким воздействием он как бы на водных этих аттракционах может потерять контроль и бдительность над собой по крайней мере там есть бары рестораны но там я не знаю какой ассортимент это смотрите я думаю что вполне нормальный там может быть есть и на разного рода напитки скажем так там на входе фотографируют фотограф фотографы очень так настойчиво предлагают свои услуги но фотки красочные вполне нормальные и можно в общем-то сняться но мы не снимались мы выходили когда в аквариум барселонский там фотографировались там с логотипом аквариума очень красивое фото было ну здесь мы просто пошли сразу кататься до стоимость билета это интересно будет каждому если вы идете после 14 00 это будет стоить 20 евро на взрослого на ребенка не могу сказать хотя у меня есть там пресс-курант такая книжечка и там написано заплати за одного пройдет 22 на 18 пройдете двое но там нет на самом деле это не так но типа тоже да можно сказать замануха такая там вы если идете второй раз уж подозревается что вы как будете там завсегдатами там уже будут какие-то скидки вот такое вот дело хотя есть бывают такие акции в каких-то там кафе вот например макдональдс но я не поклонник макдональдса или там купи столько того там пива и получишь там например билет в порта вентуру вам за один там реально будет два за один в общем каких-то таких местах есть такие акции но это надо искать а кто и будет искать если у кого-то как у туристов мало время мало времени так что а за целый день сколько стоит 26 евро если вы идете с утра но это подразумевается наверное если у вас там барбекю и все такое поэтому времени должно быть достаточно много когда мы уже уходили подъехала очень много автобусов с голландскими молодыми людьми наверное на какую-то свою там пьянку вечеринку а такие если кто не знал европе бывают и в таких случаях у бывает нередко скажем так культурно выразимся обтекаемо до поросячьего визга так сказать употребляют эти товарищи ну вот там может быть что-то типа такого тем более они приехали на ночь я уж не знаю поскольку они там скидывались и кто это оплачил ну народу очень много наверно скорее всего скидывались ну наверно по те же 20 евро может еще какая-то сумма смотря что у них это входит может у них там застолье какой-то будет помимо аттракционов там концерт какой-то готовился да так что вот такие вот тела на в этом парке тоже значит какая-то частая так сказать организация или компания может для себя заказать вот такую вечеринку зафрахтовать весь весь этот комплекс там ну что нужно смотреть еще вот я так по аттракциону пробегусь если вы вот это в трубу пролазьте в общем вообще на всех аттракционах смотрите по инструкциям там ко все в картинках изображено как можно садиться ложиться и как нельзя в общем как нельзя лучше не надо делать вам же хуже там травматизм или там застрянете или еще где-то хотя там все рассчитано даже очень такие увесистые люди они проходят но ограничители тоже читаете смотрите тоже в принципе все в картинках там ничего сложного нет но у меня все пока смотрите мой канал еще встретимся